Николай Марчук Капкан Исполняет Станислав Иванов Часть первая Сосновск встретил нас с закрытыми наглухо въездными воротами КПП Это в старом мире на планете под странным названием Земля В любой город можно было попасть, когда захочешь К примеру, надо въехать в богом забытый Пережопинск в 2 часа ночи? Пожалуйста Хочешь попасть в мегаполис Задрищенск в 6 утра? Милости просим Но здесь, в ином времени и пространстве, в закрытом секторе В нужный тебе город можно попасть только тогда, когда открыты въездные ворота То есть с 7 утра и до 22 вечера В остальное время сиди снаружи, корми комаров и медведей Лейтенанта Виктора Суркова позови Строго произнес я в просверленные отверстия толстого бронированного пластика Заменяющего местной КППшке стекла Не положено, въезд в город закрыт до утра Отрезал немолодой уже дядька в пятнистом камуфляже без знаков различия В 7 утра подъезжайте, пропущу Охранник торчал со прозрачным пластиком перегородки, сурово хмуря брови и воинственно топорща усы Вылитый капитан справедливость? Ну или на худой конец тренер сборной по футболу черчесов А я говорю, позови Голубенькая двухтысячная, свернутая в тоненькую трубочку, залезла в отверстие и тут же исчезла внутри Как усатый ее подхватил с той стороны, я не углядел, вроде и руками не шевелил К перегородке не подходил, видать, волшебство Как хоть вас представить, сварливо переспросил охранник Скажи, что привет ему от Николая, кума его Он в засаду попал, а мы его спасли Так что давай быстрее, а то Колян вернется, уши тебя открутит и усы выдернет Напугал, устало огрызнулся дядька Жди, сейчас вызову его Ждать пришлось недолго, минут сорок За это время я успел сходить к нашим машинам, которые стояли на площадке Схарчил пару бутербродов с салом, тяпнул полтишок самогона Подхватил небольшую сумку с документами и ноутбуком и вернулся к КПП Все оружие, кроме двух пистолетов Макарова и Токарева, оставил в газоне Там же лежало и все остальное, включая трофеи, золото, алмазы и персидские ковры с шамаханскими царицами «Ты, что ли, меня искал?» Недобр, глядя из-под белесых бровей, спросил вышедший наружу мужик Средних лет и такой же средней, непримечательной наружности На вид ему лет тридцать-тридцать пять Голова большая, с приличной плешью и залысинами Уши переломаны, а костяшки на кулаках слегка другого цвета и текстуры Это говорит, что когда-то их владелец периодически что-то или кого-то бил Многие бы сказали, что сбитые костяшки – это признак боксера Но на самом деле это не так Что у нас дальше? Взгляд прямой и оценивающий, смотрит вроде в глаза, на самом деле держит в поле зрения целиком силуэт Чтобы в случае опасности быстро среагировать Глаза бесцветные, а волосы, что еще остались на голове, русые Губы сжаты в узкую нитку Зуб даю, что перед мной бывший опер Хотя почему бывший? Он же в этом мире тоже в ментовке пашет, значит, нынешний опер «Виктор Сурков?» – спросил я Ну, баранки гну не удержался и съязвил я «Лейтенант, давай быстрее реагируй, а то сейчас все злодеи разбегутся и некого будет ловить» «Что прям вот так вот и разбегутся?» – ехидно прищурившись спросил Сурков «А вы, господин, хорошая и в прошлой жизни, какой чин занимали?» «Если по-вашему, по-сухопутному, то подполковник» Лейтенант никак не прореагировал на мой ответ, даже бровью не повел Лишь более внимательно посмотрел мне в глаза и, видимо, все-таки, найдя там что-то интересное, произнес «Понятно» «Ладно, пойдем, товарищ Кап-2, послушаем, чего там у вас стряслось» Лейтенант повернулся и зашел внутрь коробки КПП Лейтенант провел меня в небольшой кабинет, где имелся только стол и несколько скамеек, привинченных к полу Больше всего это помещение было похоже на комнату для допроса и дознания Под пристальным взглядом лейтенанта достал из сумки ноутбук, включил его, сразу же нашел папку Лейтенант с фотографиями и принялся пересказывать свои приключения в этом мире, причем начал издалека, с того, как и почему попал в этот мир Все, что говорил, сопровождал показом снимков на ноутбуке Как только речь зашла о банде бугра, Сурков насторожился и кого-то вызвал по рации Через пару минут прибежал еще один мужик, он выглядел несколько старше, чем Сурков и имел совершенно затрапезный вид, больше походя на пьющего сантехника из ближайшей ЖЭК Теперь Сурков и его коллега, который представился как Валентин, слушали меня внимательно Периодически задавая уточняющие вопросы и прося задержаться на некоторых снимках Пересказ занял больше часа, хоть рассказал я далеко не все, что со мной произошло, ибо нефиг им все знать Валентин сбегал за толстым альбомом, в котором хранились ориентировки на разыскиваемых преступников Просматривать этот альбом я категорически отказался, предложив скинуть им фото на флешку, чтобы они потом сами сравнивали их с распечатками ориентировок Когда рассказ дошел до описания сегодняшнего боестолкновения, вредный Сурков потребовал, чтобы я сдал трофейную СВД для экспертизы Взамен он готов был компенсировать стоимость винтовки Я тут же заикнулся про премиальные за убитых бандитов Оказалось, что с этим не будет никаких проблем, и деньги мне готовы перечислить на счет уже завтра утром Разговор плавно перетек в сферу моих подозрений в отношении ковбоя и француза Особое внимание я уделил последнему эпизоду Убийству Шахова Предположив, что его убили неспроста Сурков и его товарищ тут же согласились, что это вполне похоже на правду Этих мутных типов надо задержать, причем немедленно Но тут возникла заминка, так как своего непосредственного начальника лейтенант не смог убедить выделить сотрудников для проведения арестов Тогда я предложил произвести арест француза собственными силами Так как получается, что сейчас я номинально являюсь его непосредственным начальником А значит, имею право спросить с него прямо сейчас Сурков не согласился с этим, объяснив, что мне за самоуправство может влететь, вплоть до расстрела И лучше дождаться утра, но время тратить зря нельзя, и надо как можно больше нарыть инфы для его начальства Тогда я предложил сгонять в банк и заблокировать счета торг предства А заодно и открыть счет для меня, чтобы утром могли перечислить компенсацию за винтовку и премиальные за бандитов Я думал, что Сурков откажется, но он, как ни странно, тут же согласился сопроводить меня в банк Оказалось, что сегодня дежурит знакомая его жены и есть неплохой шанс выпить на халяву хорошего заварного кофе Сходил в машину за винтовкой, попутно прихватив рюкзак с золотишком, которого, кстати, оказалось 16 килограммов и 300 граммов Был еще самородок почти правильной геометрической формы Четырехгранная пирамидка весом в 200 граммов Но его я решил оставить себе как сувенир Вот появится у меня собственный дом Заведу там сервант, где будут выставлены подобные экземпляры Ну, пока это только мечты Чернов-старший вначале возмутился, когда узнал, что СВД хотят изъять Но узнав, что нам компенсируют полную стоимость, предложил сдать еще и пистолеты ТТ Перед походом в банк мне пришлось оставить на хранение у охраны КПП оба пистолета и нож Обыскивать не стали, поверив на слово, что больше оружия нет Банк находился совсем рядом Путь занял не больше 15 минут Само помещение было для этого мира внушительным Крепкая каменная П-образная трехэтажка Стоящая за массивным кованым забором высотой по 3 метра Главные ворота были наглухо закрыты, намекая своим видом, что приличные люди в такое время дома сидят Поэтому мы обошли здание сбоку, и лейтенант позвонил в видеозвонок, который был расположен на небольшой панели рядом с неприметной калиткой Через несколько минут к нам навстречу вышел рослый охранник, вооруженный коротким ПП С удивлением в оружии я опознал пистолет-пулемет Бизон со шнековым трубчатым магазином То ли Сурков заранее сообщил о нашем визите, то ли его здесь и так знали, а может у них правила такие, но охранник пропустил нас внутрь молча, лишь спросив, кому мы Сурков ответил, что мы идем к Вере, и, дескать, она об этом предупреждена и ждет нас Зашли мы в здание не с центрального входа, а с бокового, которому, собственно, и вела дорожка от калитки Как только зашли внутрь, то почему-то тут же начали спускаться вниз Ого, да у них тут внизу не темный подвал, а полноценный этаж Но удивление в помещении было многолюдно Не считая работников банка, которые выделялись униформой и официальным видом, было не меньше десятка посетителей Причем вид некоторые из них имели весьма специфический К примеру, возле одной из сказ стояли два мужика в замызганных грязных энцефалитках Которые никак не гармонировали с окружающим благолепием и чистотой В большом светлом холле стояли скамейки, фикусы в катках А посередине был даже небольшой работающий фонтанчик с плавающими внутри золотыми рыбками Чудеса! Вроде и прошла всего неделя с того времени, как я отбыл из старого мира Казалось бы, не должен был отвыкнуть от подобного проявления комфорта и цивилизации А нет! Увидел фонтанчик, мраморные полы, обилие блестящих финтифлюшек И застыл, как дурак, с разъявленным ртом В холле нас встретил еще один охранник, но уже без автоматического оружия Зато с кобурой на поясе, где, судя по рукояти, был глок Охранник представился Сергеем и предложил пройти в один из кабинетов Ну, мы и прошли Ё-моё! Помните, в самом начале своего путешествия, когда я впервые услышал голос Ольги То мой воспаленный мозг рисовал ее, как пышногрудую рыжеволосую нимфу в узкой юбке и глубоким декольте Так вот, именно такая девушка ждала нас в кабинете Высокая, стройная, с копной огненно-рыжих вьющихся волос Огромные зеленые глаза, правильные черты лица, яркие кроваво-красные губы И белая кожа Длинная лебединая шея И... Уважаемый Видимо, уже во второй раз окликнула меня девушка Здравствуйте Меня зовут Вера Чем наш банк может вам помочь? Извините, просто не ожидал, что где-то на белом свете еще осталась такая красота Евгений На удивление, рукопожатие у девушки было крепким и твердым Видать, помимо того, что она чертовски красива, еще и спортом регулярно занимается Мне надо открыть счет, проверить состояние счетов одного из ваших партнеров И сдать некоторое количество золотого песка, положив вырученные деньги сразу на счет Спасибо за комплимент, мне приятно Дежурно ответила девушка Судя по ее тону, я такой галантный, перед ней далеко не первый и, наверное, не сотый по счету Давайте начнем с самого сложного Я не могу вам дать никакой информации по нашим партнерам, извините Но такова политика конфиденциальности нашего банка Хорошо Я просто не очень правильно выразился Понимаете, мне нужна информация о моем предприятии Вот правоутверждающие документы Я покопался в сумке и выложил на стол доверенность на управление торгпредством И еще несколько бумаг, включая приказ о назначении меня главой торгпредства У истинного хозяина этого и не только этого предприятия есть большие сомнения в плане эффективности работы филиала Моя задача выяснить, как дела обстоят на самом деле Девушка бегло просмотрела протянутые ей документы Потом вопросительно посмотрела на Суркова Тот подтверждающий кивнул головой Потом она повернулась к экрану компьютера и принялась стучать по клавишам Через несколько секунд ее лицо окаменело, она задумчиво закусила нижнюю губу Господа, сейчас вас проводят в комнату отдыха на втором этаже Там вы сможете выпить кофе, чай или сок А пока наши сотрудники проверят некоторую информацию Вещи можете оставить здесь, их никто не тронет Я так и сделал Рюкзак с золотом остался лежать на полу кабинета, а мы с лейтенантом Витькой в сопровождении охранника Сергея Пошли на второй этаж пить кофе и жрать плюшки Скорее всего, Сурков здесь бывал не единожды Потому что он совершенно точно знал, где лежат чистые кружки, пачки с печеньем, конфетами и упаковка сливок Кофемат выдал вторую порцию капучино Я забрал кружку, накидал в блюдце жареного миндаля, присыпанного какао-порошком И, плюхнувшись на мягкий диван, принялся его смаковать Сурков пил крепкий эспрессо, добавив в небольшую кружечку столовую ложку коньяка, бутылку которого он нашел в маленьком холодильнике, где хранились сливки Охранник Сергея от кофе отказался, лишь молча и отстраненно, взирая на планомерное разграбление веренного ему имущества Только один раз он открыл рот, чтобы предупредить лейтенанта, что курить в помещении нельзя Хотя на подоконнике стояла пепельница, и имелась мощная вытяжка, которая включалась отдельной кнопкой Видимо, все-таки курить было можно, а охранник всего лишь проявил вредность своего характера В ответ Сурков достал еще несколько маленьких кофейных кружек и набулькал в них коньяка Одно он протянул мне Я отказываться не стал, мы чокнулись и выпили Отличнейший коньячок Прям райский нектар Господа, извините за задержку, давайте вернемся в мой кабинет и обсудим вашу проблему Рыжеволосая зашла в комнату отдыха как раз в тот момент, когда Виктор наливал по второй Я тут же подскочил со своего места и пошел вслед за девушкой, даже забыв про недопитый коньяк Ох, ну и фигурка у барышни, округлые полушария ягодиц так аппетитно выделялись при ходьбе, что у меня мысленно потекли слюни Надо будет потом у Суркова подробнее расспросить о ее личной жизни и пристрастиях, а вот чуй выгорит Не всякая барышня способна устоять перед натиском бравого морского офицера В кабинете у Веры нас ждал невысокий толстенький дядечка, одетый в серый костюм тройку Из внутреннего кармана жилетки которого торчала напоказ массивная золотая цепочка часов О, да вы, батенька, интеллигент Здравствуйте, меня зовут Давид Карлович, я один из управляющих нашего банка Можете еще раз рассказать о сути вашей просьбы? Я представился и кратко, точно изложил суть проблемы При этом немного расширил свой рассказ, перечислив те преступления, в которых подозревается глава филиала Жан Гортье Для опущего эффекта продемонстрировал на экране своего телефона некоторые фотографии, сделанные специально для таких случаев Вроде Карлович проникся, тем более что лейтенант меня поддержал Честно сказав, что если бы не тупость и лень начальства, то он бы уже пытал этого гада в подвале управы Евгений Павлович, я вас хорошо понимаю, но у нас есть некоторые сомнения Вот если бы настоящий хозяин торг предства подтвердил ваше полномочие То мы бы с радостью вам помогли, тем более что господин Гортье заказал выдачу наличных средств на приличную сумму Когда он собирается прийти за деньгами, тут же вклинился в разговор с Урков Видимо завтра утром, деньги заказал сегодня после обеда, но сумма слишком велика, тем более что он пожелал часть денег взять золотом Ответил банкир Так вы вроде круглосуточно работаете, решил уточнить лейтенант Круглосуточно мы принимаем вклады и открываем счета, а суммы свыше 100 тысяч рублей наличными выдаем только с 9 утра и до 17 вечера, пояснил рожеволосая девушка Как только я доберусь до интернета, то тут же смогу послать запрос хозяину предприятия на ту сторону, и он подтвердит мои полномочия, сообщил я Может прямо сейчас сделать это? С моего компьютера? Неожиданно сказала девушка Отлично! Обрадовался я Отправить письмо на адрес, который мне сообщил Сиротин-старший, оказалось делом пара секунд Помимо этого я скинул еще несколько писем, содержимое которых хранилось на моей флешке Эти письма я составил заранее Одно это отчет о проделанной работе с прикрепленными фотографиями и моими мыслями по поводу дальнейшего сотрудничества с тем миром Потому что работать на старых условиях не имело никакого смысла, и надо было их менять Ну а второе письмо это уже нечто личное, так сказать Хозяин заводов, газеты проходов, Патрик Корст, ответил на мой запрос через семь минут Все мои полномочия были подтверждены полностью, и на все сто процентов В конце письма имелась даже подпись Если эта скотина виновата, то я хочу, чтобы он перед смертью мучился Как только мои полномочия подтвердили, толстенький банкир улыбнулся и оставил нас с девушкой наедине Вернее, мне бы хотелось остаться с ней наедине Но в комнате был еще лейтенант и охранник Сергей Ну что, тогда с чего вы пожелаете начать, деловито спросил Рожеволоса С отчета по работе торг предства энергии или с открытия счета? Ох, сказал бы я тебе, с чего хочу начать, вернее, с какой позы Тогда, может, останемся наедине, а то не хотелось бы при посторонних разглашать секретную информацию Серьезным тоном приложил я Фу ты, какие мы секретные Не узнал, что и товарищ адмирал такая цацца Притворно воскликнул Сурков Поднялся с кресла и направился к выходу Как здесь закончишь, жду тебя на КПП, только не задерживайся Мне еще много вопросов Хорошо, отозвался я Моих людей разместишь на ночлег, можно просто запустить внутрь, а они в машинах переночуют Сделаю Лейтенант вышел, а охранник Сергей даже не шелохнулся Как подпирал стену, так и остался Извините, но охранник останется, таковы внутренние правила нашего банка Объяснила девушка Ну вы не беспокойтесь, я просто распечатаю все перемещения по счету вашего предприятия А вы их потом посмотрите в спокойной обстановке и наедине Так что никакого разглашения секретной ситуации не будет Ну а открытие счета, это вообще процедура гласная Тем более, что вы хотите часть средств внести золотом А нам для определения качества металла все равно придется привлекать эксперта